привет всем привет сегодня у меня очень радостное событие я купил себе новую камеру sony ix 700 камера на самом деле не дешевая я вывел деньги буквально вот недавно с youtube и решил себе обзавестись новые камеры для канала буквально вчера днем я ее заказал и уже посмотрите сегодня пришла посылка посылка шла с шельжени буквально вчера вечером мы заказали и сегодня днем не доставили но перед тем как мы ее с вами распакуем я хотел рассказать почему я ее купил по какой цене я купил и так далее ну все ребята перебрались за компьютер я думаю что здесь будет удобнее дальше общаться хочу вам показать почему все-таки я выбрал эту камеру и ценообразование то есть почему именно я купил все-таки эту камеру на таобао они они в официальном магазине почему все-таки я купил эту камеру я уже давно присматривался к более серьезной камере и подумывал либо брать хэндикэм либо брать такие вот типа зеркальные с объективами да то есть красивыми размытыми задными фонами то есть об этом я подумал но под мои под мой стиль съемки больше подойдет все-таки хэндикэм это вот вы сейчас наблюдаете на экране почему все-таки я выбрал именно эту камеру потому что из коробки достал эту камеру им и буквально настроил чуть-чуть пару настроек на и качество видео и все и можно снимать почему именно эта камера это самая максимальная комплектация сама максимальная модель этой серии хэндикэм это fdr ax700 то есть есть допустим вот fdr ax100 если не ошибаюсь здесь почему-то и нету а нам чуть дешевле стоит а вот вот она она стоит так цена к сожалению не указано она стоит в общем порядком дешевле чем а x700 по характеристикам практически не отличается но я решил как бы не отставать от моды так сказать или как в общем решил по максималке взять сразу же максимально так сказать решение из этой серии почему я выбрал именно эту камеру и вообще почему я решил ну присматриваться более к серьезной камере мне нравится здесь есть экранчик предпросмотра это очень важно смотреть то что ты снимаешь для каких-то шедевральных кадров для что ты фокусируешь на чем-то я не знаю в общем что-то открыть какое-то новое новые возможности для видеосъемки что ли я не знаю в общем это все в процессе я буду снимать смотреть в общем нет это интересно так и еще мне интересно зум что собственно не было у меня на маленькой камере вот зумом тоже можно будет поиграться очень интересно будет допустим я пришел к на линейку к дочин или на поднятие флага или еще что-то я же не пойду на поле туда или еще куда-то я могу просто про зумировать поставить камеру на штатив и про зумировать а также этой камеры можно принципе снимать очень удобные какие-то студийные записи ну то есть за столом можно сидя что-то снимать смотреть сам на себя что ты в экране попадаешь такое хорошее решение для съемки будет так а сейчас поговорим про ценообразование почему именно я купил эту камеру на таобао они в официальном магазине так начнем с официального магазина я зашел на официальный сайт sony китай то есть заходим sony . cn и попадаем на официальный сайт sony переходим в карточку товара этой камеры fdr x700 и наблюдаем цену здесь цена 14 200 800 я наложу сколько-то в рублях будет можете сравнить это официальная цена также я посетил магазин в гонжоу и там такая же цена ну плюс они нам почему-то предложили скидку я не знаю и там 13 800 они в общем нам предложили то есть немного скидку небольшой нам предложили в гонконге по идее должно быть дешевле но почему-то посетив сайт в гонконге цена практически ничем не изменилась то есть сбиваем в конвектор и это гонконгские доллары 17 800 ой 17 980 и мы получаем 14 500 юань я не понимаю почему в гонконге цена не дешевле еще дороже даже для меня это было вообще непонятно и я не стал общем планирует поездку в гонконг за покупку чтобы купить камеру вот я рассматривал либо покупка все-таки на в официальном магазине sony и купить ее там либо купить все-таки на таобао и подешевле смотрите здесь стоит эта камера так нажимаем комплектация это китайская версия это гонконгская версия выбираем гонконгскую версию и комплектация комплектация идет камера просто чисто камера в общем стандартный набор здесь с флешками там в общем со штативами нам это ни к К чему? Выбираем именно первый вариант. Гонконгская версия, китайская версия чуть дороже. Так вот, посмотрите, насколько цена отличается. 9800 стоит на Таобао. Есть разница и есть о чем-то подумать. В общем, я начал рассматривать более вот этот вариант, так сказать, углубленно. Начал смотреть карточку продавца, смотреть его оценки, смотреть отзывы, смотреть фотографии покупателей. В общем, все это почитав, сравнив, обратился к своим китайским друзьям. Они маленечко помогли, почитали, кое-что тут перевели. И почему бы и нет, я подумал. В общем, камеру заказал, камера пришла. Камера в хорошем состоянии, камера новая. Никаких изъянов, ничего нету. Гарантия присутствует, гарантия год. Вот, и, собственно, если как бы все нормально будет, то я, наверное, оставлю ссылку. Ссылку на этого продавца в описании. Но информирую сразу же, это все-таки Таобао и доставка только по Китаю. То есть, надо будет обратиться к посредникам, и они отправят вам этот товар в Россию или еще куда-то. Вот вся комплектация. Ну, и, собственно, я думаю, что я вам объяснил, почему я решил все-таки купить эту камеру и про ценное образование. Я думаю, тут все понятно. А сейчас пойдем распакуем ее. Так, как это сделать одной рукой? Почему я решил все-таки записать это видео? Мне кажется, так как мы решили вести блог на канале, решили делиться со всеми событиями с вами, то я думаю, что это событие очень знаменательное для меня, и, может быть, тоже для вас, ребята, потому что это очень большое обновление для нашего канала. То есть, с этой штуки, я думаю, что улучшится качество съемки, в общем, появился зум, картинка предпросмотра и так далее. Эту же, кстати, камеру, на которой я сейчас снимаю, Sony FDR-X3000, очень хорошая экшн-камера для влогов, вообще, просто идеальная камера. Если вы заметили, там появился бит и пиксель, и мне в комментариях, в общем, пишут о нем. Я видел его, заметил, но, к сожалению, вовремя не обратился по гарантии, и бит и пиксель до сих пор у меня, вы наблюдаете. Вот, камера очень клевая, но я решил приобрести именно эту. То есть, будет такой, типа, съемочного дня такого, то есть, будем выдвигаться, возьму с собой коптер за спину, в общем, возьму этот на... в рюкзак, я не знаю, камеру, она будет как основная выступать камера, а эта, может быть, если что, то с руки буду снимать. Либо, может быть, какие-то другие виды снимать буду на эту. В общем, будем улучшать контент именно аппаратурой. Ну и почему я купил именно на Толбао, я думаю, вы, как бы, разницу в цене ощутили, да? То есть, разница в цене рисомая. Поэтому я решил немного сэкономить и решил взять. Потому что та же камера, на которой я сейчас снимаю, была куплена на Толбао, и дешевле, чем в официальном магазине. Документация. И камера. Ну, она, конечно, большая по сравнению с этой камерой, но это не проблема. Вот, посмотрите, какая здоровая камера. Камера очень крутая. Я технически обозревать ее не буду. Может быть, какие-то первые наблюдения мои я скажу про нее. Вот, покажу, почему я все-таки выбрал ее. И, не знаю, стоит ли делать детальный обзор. Потому что обзор, на самом деле, есть в интернете. И более подробные, со всеми тестами. Я буду на нее просто снимать и выкладывать. Так, что имеется в комплекте? Зарядное устройство, провод, наглазник. Не знаю, зачем оно нужно. Я пользоваться, наверное, скорее всего, и не буду. В общем, сюда одевается. И можно через этот видоискатель смотреть за съемкой. И солнцезащита. Тоже, под сомнением, я ее оставляю. Возможно, что даже пользоваться я ей не буду. Потому что камера, посмотрите, еще увеличивается в разы. Самое главное, это камера. Возможно, даже пульт тоже пригодится. Не знаю. Аккумуляторная батарея. Может быть, в будущем я прикуплю дополнительные аккумуляторы для Sony. Может быть, даже увеличенные. Аккумуляторная батарея на 1960 мАч. Ну что, долгожданный момент. Включить ее. Все, включилось. Так, выбор языка. Наверное, поставлю русский. Перевод русский очень плохой. То есть, возможно, наверное, даже на английский перейду и буду пользоваться английским. Здесь зум. Переключение зума на фокус. То есть, переключаешься на зум. И вот это колесико будет зумировать. Если переключиться на фокус, то будет фокусировка. Очень прикольная штука. Ей можно побаловаться для улучшения картинки. Здесь слот под SD-карты. Крепление, в общем, для вспышки, для микрофона. Можно закрепить сюда дополнительное оборудование. Ну, наверное, и все. Приступим к непосредственной съемке. Привет всем. Всем привет. Мы сейчас находимся на улице. И мы потестируем сейчас новую камеру. Как она записывает. Как стабилизирует. И на ближайшее будущее это наша основная камера будет. Да, Кать? Да. Сейчас, ребята, потестируем камеры. Я поснимаю на Соньку, на свою старенькую экшн-камеру. И поснимаю на эту большую Sony. Пойдемте. Я просто хочу посмотреть, как отличается картинка, стабилизация. Слева я держу экшн-камеру Sony FDR-X3000. А справа держу Sony FDR-AX700. В общем, поснимаю на эти две камеры. Посмотрю, как стабилизируется картинка. Как пишет звук каждое устройство. И так далее. Я думаю, будет вам интересно это сравнение. Пойдемте. Сейчас посмотрим на стабилизацию картинки. Сейчас посмотрим на стабилизацию картинки. Мы сейчас находимся в центре города. Здесь очень красиво. Посмотрите. Мегаполис. Мы сейчас находимся в центре города. Здесь очень красиво. Посмотрите. Мегаполис. Я думаю, что у экшн-камеры угол обзора больше, чем у Sony Handycam Я думаю, что у экшн-камеры угол обзора больше, чем у Sony Handycam Вышли на тротуар В общем, просто идем Мне интересно, как стабилизируют две камеры Посмотреть, сравнить Здесь, да, пойдем? Снимаю Full HD 60 кадров в секунду Вышли на тротуар В общем, просто идем Мне интересно, как стабилизируют две камеры Посмотреть, сравнить Здесь, да, пойдем? Снимаю Full HD 60 кадров в секунду Здесь сильно очень дует ветер И хочу протестировать Ветрозащиту у этой камеры Вообще, она есть у нее или нет? Микрофоны задувают, не задувают В экшн-камере Sony Там стоит у меня ветрозащита В виде пушка А здесь Я вообще микрофоны пока не вижу Где здесь микрофоны? А вот так справляется с ветром Sony FDR-X3000 Хорошо дует ветер в камеру Стоит пушок Я думаю, что он хорошо Очень сдерживает ветер Одна из причин, почему я выбрал Все-таки эту камеру То, ребята, вот Из-за этого Из-за чего? А, из-за этого Из-за этого Магазинчики как-то аккуратно смотрятся Набрели, сказать, на очень красивую улицу Дома как-то Все гармонично смотрится Тротуары очень хорошие Есть клумбочки Магазинчики как-то аккуратно смотрятся Магазинчики как-то Это мемориальный холл Сун-Ятсена Имени Сун-Ятсена Вот Мы тут Политик, да? Да, это политик Революционер Это мемориальный холл Сун-Ятсена Имени Сун-Ятсена Вот Мы тут немножко Политик, да? Да, это политик Революционер Ну все, ребята Вот такая получилась у нас распаковка Сравнение камер Я не пытался выбрать Какая из них лучше Какая хуже То есть Камера, допустим Sony FDR-X3000 Предназначена для других целей Большая камера Handycam Sony AX700 Именно предназначена для других целей Пишите в комментариях Какая вам картинка Или звук Понравился больше всего Я обязательно прочитаю Мне просто интересно Ваше мнение И, ребята Если вам понравился этот обзор Эта распаковка от меня Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на канал И всем пока Пока